*** что ли? А? Запись? Арбитражный суд Москвы обязал оппозиционера и блогера Алексея Навального удалить из Рунета видеоролик о продуктах питания для Росгвардии. Напомню, минувшим летом фонд борьбы с коррупцией опубликовал результаты своего расследования по поводу закупок ведомством золотого некачественных продуктов по завышенным ценам. Капуста самый ад у нас происходит с капустой, потому что здесь она стоит, смотрите, 14 рублей 89 копеек, а вот он покупает ее по 46. Ой, что началось после, ну никто же не любит особенно высокопоставленные дяденьки. Особенно высокопоставленные дяденьки в погонах, когда их начинают тыкать носом, простите, в гнилые картофельные очистки. А генерала дядю Витю вот ткнули, да еще публично, да еще вся страна, это давай обсуждать. Полгода воевал генерал с тем Навальным, разные методы опробовал. От эй, слышь, до обращения в суды общей юрисдикции ничего не помогло. Нашлись, наконец, добрые люди. 5 февраля в столице правосудие восторжествовало. Крымский мясокомбинат «Дружба народов» к ногтю Анатольевича прижал. Оказалось, что он и тот мясокомбинат в данном кино каким-то образом и порочил. Кстати, а может мясокомбинат-то как раз и был истинной целью расследования ФБК? Ладно, неважно, теперь у Навального есть месяц, чтобы подать апелляцию и доказать, что не было у него злого умысла в отношении крымских мясников. А не докажет кино, надо будет удалить, а еще принести публичные извинения коммерсантам. Ох, обожаю я нашу непредвзятую эфемиду. Хорошо, хоть не муха в суд обратилась там в одном из кадров ролика на заднем плане. Она как раз пролетала и полюбе Анатольевич с мухой в тот момент не согласовал. Ну да не об этом хотел сказать. Мне понравились доводы истца во время слушаний, которые обнародовали затем ребята из РИА новостей. Повышение цен в некоторых контрактах имеет экономические причины. Так, например, молодой картофель в июне стоит дороже, чем сезонный в сентябре блеск. Представитель мясокомбината, мясокомбината, подчеркиваю, оказывается еще и большим экспертом по картофелю является, по крайней мере для Московского арбитражного суда, аплодисменты. А это специальный проект реальной журналистики, программа «Вести» без Дмитрия Киселева. Самая популярная программа среди моей мамы. Напоминаю, топ-7 наиболее абсурдных событий, произошедших в великой и могучей за последнее время. Сегодня о прорывах в области российского правосудия, как вы уже поняли. Ну и вообще всего, что с этим связано. Год 2019, начало. Поехали! И сегодня будем говорить только о громких делах и только в отношении представителей власти, которые по странному стечению обстоятельств все как один являются членами правящей партии нашей страны. Совпадение, да, скорее всего, совпадение. Ну я правда не верю, что в такой приличной партии могли оказаться настолько неприличные люди. Либо Трамп их туда сунул через Навального, либо Ходорковский, но тоже через Навального. Начинаем. В Астрахань для начала давайте заглянем, где в конце прошлой недели в закрытом режиме начался суд сразу над двумя уважаемыми бизнесменами и политиками региона, Акурсковым и Попылевко. Бывшие депутаты областной думы Акурсков впоследствии еще и министр Астраханского правительства оказались обычными извращенцами. Хотя нет, не обычными. Обычный извращенец – это тот, что женские колготки на себя примеряет, а эти двое – педофилы. 78 эпизодов уважаемым господам вменяют. Среди них – совращение несовершеннолетних, изнасилование. Изготовление детской порнографии, видимо, отморозки любили пересматривать видео своих похождений, наслаждаясь пережитым. Снова и снова, да че я вам рассказываю, вот они, эти два красавца. Что это было? А вот ровно таким образом данную историю освещают в СМИ, в том числе в Центральных Ноль. Абсолютно и как будто бы ничего не произошло. Ну, подумаешь, 78 эпизодов, связанных с педофилией, да еще от людей, которые народу послужили в свое время. Новость, что ли, великая? Другое дело, помните, неделю назад рассказывал о якутских школьниках, которых в местную гимназию якобы принимать отказываются, потому что, по-русски говорят, там еще 7 тысяч изданий сразу возбудились в попытках осветить данные вопиющие факты. А тут... Кстати, из Единой России упырей в спешном порядке исключили пару недель назад. Вот это, я понимаю, жесткая реакция партии реальных дел. Ах, да, чуть не забыл. С самого верху спустили распоряжение какой-то мелкой местной депутатши по фамилии Родненко. Мол, ты там придумай, как будешь отдуваться. Ну, она и написала пресс-релиз. Мне стыдно, что когда-то они были связаны с фракцией, были депутатами. Здорово! Вот теперь я хотя бы понимаю смысл слова ответственности. Перемещаемся в Минусинск, это Красноярский край, где тоже разгорелся скандал и тоже с депутатами. Правда, там все не настолько шокирующе, обыкновенная коррупция. Председатели городского совета заподозрили в отмывании бюджетных денег. Блин, вот хоть что-то свежее бы придумывали эти ребята. Схема стара как мир. Коммуналка, естественно. Вернее, капитальный ремонт многоквартирных домов, которые, что удивительно, ремонтировались в городе исключительно фирмы, что принадлежит другу детства главного. Минусинского депутата Цыплина, до недавнего времени, бизнесмену Колпакову, и все бы ничего. Понятно, что у нас в стране. Каждый второй чиновник, каждый второй депутат закон нарушает, продолжая заниматься бизнесом, перейдя на госслужбу или лоббируя интересы своих приятелей. В данном случае, что называется, жадность фрая разгубил. Ребятишки не просто хапали муниципальные контракты пачками. В какой-то момент им этого показалось мало, и они решили на строй материалах до кучи сэкономить, используя вместо утвержденных по смете какое-то, простите, дерьмо. Нужно ли объяснять, что через месяц-другой после такого ремонта все начинало сыпаться, отваливаться? Сам Геннадий Геннадьевич не горел желанием отвечать на неудобные вопросы. Во время интервью часто консультировался с кем-то по телефону. Камера при этом работала, микрофон был включен. В смысле ты мне не сказала не давать интервью? Света, они у меня сидят с камерами, мне что их нахуй слать, что ли? Конечно. Ну зачем? Ну хотя пусть снимают. Ну что мне от них гаситься-то? Ну смысл? Я что, от них всю жизнь бегать буду, что ли? Вопросы возникли и к другим депутатам. Якобы живут они на слишком широкую ногу, в то время как простые горожане вынуждены потуже затягивать пояса. Ну мы же понимаем, да, держимся. В распоряжении нашей программы оказалось прокурорское представление, в котором указаны сразу несколько депутатов, чьи расходы совсем не совпадают с доходами. Мы попытались выяснить у них, откуда нестыковки. Я вот здесь перед вами говорю, давайте пообщаемся. Гордо заявляете, что вы есть в этом представлении прокурора? Как гордо. Ну так, гордо на весь зал. Вы хотите, чтобы я рыдал и плакал? Я думаю, что хотя бы переживали бы. Ну вот. Это же все-таки представление прокурора про нарушение антикоррупционного законодательства. Прочи, зачитайте мои нарушения, я их еще не видел. Слушайте, вот все мы вроде выросли на киношной фразе «Глеба Жеглова вор должен сидеть в тюрьме» или «Ор только в кино там должен сидеть», потому что в реальной жизни жулики сидят в креслах депутатов, министров, губернаторов, мэров. Да вот вам пример, этот Минусинск, добрая половина депутатского корпуса, махинаторы, весь город в курсе и чё. Отправили сейчас в отставку того Цыплина, ну может быть тоже из партии. Исключат, как предыдущих героев. На этом, думаю, все и закончится. Делаем ставки, господа. Кстати, о мэрах жуликов. В Нижний предлагаю переместиться, где самым главным жуликом оказался мэр города Олег Сорокин. С 10 по 15 этот человек мегаполисом рулил, а еще у него была крупнейшая в Новгороде строительная компания. Вернее, была она как будто бы у его супруги. И вот этой строительной компанией городской глава продал по дешевке всю нижегородскую землю, пригодную для застройки. Сейчас вы, наверное, подумаете, а-а-а, понятно. Продал человек землю сам себе за 3,50, затем застроил эти участки и толкнул квадратные метры, получив сверхприбыли. Неа. Нижегородский бендер поступил умнее. В большинстве случаев фирма жены чиновника даже не делала ничего на той земле. Ее просто перепродавали втридорого другим строительным компаниям, таки еще предприниматели и взятку за это господину мэру за насилие улавливаете. На одном земельном участке месье Сорокин умудрялся зарабатывать несколько раз, ничего не делая при этом, просто используя свою должность. И так в течение пяти лет. Вот мэр печется о бюджете города и ради этого экономит на школах и детсадах. На самом деле никогда еще бюджеты в Нижнем Новгороде не были, да я думаю и не будут принять и простыми, всегда на что-то будет не хватать. Мы экономим во имя того, в том числе, чтобы у нас стройки, которые мы запланировали, строим, двигались. Шум вокруг мутной деятельности мутного мэра продолжался несколько лет, однако те, кто должны были обратить на это внимание, усиленно делали вид, будто бы ничего не замечают. Ну а когда ситуация накалилась, не поверите, что произошло, Сорокина сняли с должности и отправили депутатствовать в областное заксобрание зампредом. Вот это поворот. Вот наказали человека, так наказали. К слову, даже когда Сорокина уже арестовали в 17-м, он продолжал оставаться одним из лидеров нижегородских единороссов. Правда, все равно затем из партии мужчину исключили, а вот депутатом этот парень был вплоть до марта прошлого года. Это ж с кем он делился-то, ладно. Вопрос риторический, фантазирую я, так? А вот эта история очень забавная, именно поэтому она и на четвертом месте нашего парада абсурда. Глава Усть-Лабинского района, это Краснодарский край, купил жилье для детей-сирот, а жилье оказалось бывшими тюремными бараками. Бюджету сделка обошлась почти в 10 миллионов рублей. В данный момент в отношении чиновника возбуждено уголовное дело о коррупции. Так и по делам ему подумаете вы, но не спешите с выводами, друзья. В этой истории не все так просто, а то стал бы я вам ее рассказывать. Пропагандисты, правда, уже во всю мочь от этого несчастного главу зовут человека Николая Артющенко. В политику он пришел из бизнеса, не уточняя, впрочем, одной маленькой детали. А дело в том, что в должности мэра Артющенко трудится с конца июля 17-го года. Торги же по тем закупкам прошли несколькими месяцами раньше, еще при предыдущем руководителе. А вот этот мужик просто принял дела. Меня Минкондратьев поблагодарил Батурина за двухлетнюю работу. За это время Усть-Лабинский район смог добиться профицитного бюджета. Про Батурина скажу чуть дальше. Пока же давайте продолжим про как будто бы коррупционера Артющенко. Я недаром заострил внимание выше. Мужик пришел из бизнеса, причем из реального сектора экономики. Он всю жизнь сельским хозяйством занимается, разумеется, обалдел. От тех бюрократических лабиринтов, которые понастроили его предшественники. А когда понял, в чем дело и кто находится на самом верху пирамиды, встал в жесткую оппозицию. Губернатору дальше надо что-то объяснять. Ну вот, пример отношений двух чиновников. К другим темам. Рабочий день главы региона сегодня проходит в Усть-Лабинском районе. Вениамин Кондратьев посетил ряд проблемных объектов. Один из них – районный ЗАГС. Зал бракосочетания на втором этаже находится в аварийном состоянии. Там прогнили деревянные перекрытия, из-за чего пол в любой момент может рухнуть. Уже около трех лет марш Мендельсона звучит этажом ниже. Самое ценное тут в последней фразе – полы-то прогнили три года назад. А виноват в этом оказывается мэр, который всего 18 месяцев район возглавляет. Ну не во всем еще разобрался, естественно, круть. А вот теперь главное. Про бывшего главу помним, да, минутой раньше кино показал. Губернатор благодарил пацанчикам, мол, молоток. А знаете почему? А потому что бывший районный начальник Сергей Батурин – типичный представитель системы, экс-военный. Затем в Чинах всю дорогу прошел путь от районного депутата до министра. Правда, на крайнем севере, как на югах, оказался вообще непонятно. Видный партеец, а нынче сенатор Совета Федерации. Продолжатели сами уже все поняли. Ну уж, а подставу организовать для несговорчивого бывшего коммерса, для номенклатурщиков – плевое дело. Остается только собак с цепи спустить с камерами и микрофонами. Все. Впереди тройка лидеров нашего ТОПа. Ну вот, видите, потихонечку мы и к Москве подобрались, к Совету Федерации в смысле. Да, 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 я так вот аккуратненько подходил к тому, чтобы вспомнить о горячем кавказском парне-сенаторе Арашукове, который не понимает по-русски, и за которым прямо в зал заседания Совета пришли. Не буду сейчас рассказывать то, что и так всем известно. Напомню только, что речь в данном случае идет о целой ОПГ, главные действующие лица которой – отец и сын из Карачаева-Черкесии, оба уважаемые люди. Один – высокопоставленный чиновник, другой – депутат Верхней Палаты Парламента страны. Еще раз, Верхней Палаты Парламента страны. Для тех, кто не понимает, по статусу это выше, чем Госдума. За этими ребятами последнее слово при принятии любого закона. Эти ребята назначают судей, имеют допуск к государственным секретам и тайнам, обвинения, убийства, коррупция, хищение 30 миллиардов рублей, хотя я думаю, что там больше было, а еще все участники ОПГ так или иначе имели отношение к «Газпрому» как. Впрочем, виновных, как обычно, хуже и ищут среди марсиан. Вопрос. Зачем было запугивать членов Совета Федерации? Может им есть что-то скрывать? Правильно. Вот вы начинаете думать экспертно. Я по этому вопросу задаю. Конечно. То есть такое возможно только, я теорию говорю, если есть признаки заговора в Совете Федерации против российского государства. То есть вот так вот, заговорщики, ясно вам, вот это кто. Поэтому в сторону власти и партии президента кивать в данном случае тоже не надо, а то там пятая колонна уже руки потеряет, всякое бывает. Враги везде лезут, изо всех щелей госдеп не дремлет. И не важно, что оба подозреваемых и видные партийцы. Более того, папашка, кавалер да ух, орденов святого князя Даниила Московского, патриарх вручал, за сынишку спикерса Феда Матвиенко лично поручалась. Вообще Совет Федерации удивительная структура, прям кузница кадров для уголовного мира. Жулики, воры, убийцы. Ну, давайте пофамильно, что ли. Чах Махчан сидит за вымогательство. Вихарев. Мошедник отсидел 4 года, изместив. Осужден на пожизненное убийство. Провкин. 4 года отсидки за изнасилование. Вину свою полностью признал. Горбунов. Штраф по делу о подкупе. Попельнюхов. Хищение сидит. Алиханов. Мишнев. Мошенники. Один в тюрьме, другому дали 4 года условно. Джабраилов. Оштрафован за стрельбу в гостинице. Скарга. В 2018-м приговорен к 12 годам за организацию ОПГ. Кривицкий, Пугачев, Лебедев. Сенаторы, которые находятся в федеральном и международном розыске. А вот этого я вообще лично знаю. Константин Цыпко. Два года назад осужден на 9 лет за взятку. Также с него причитается штраф в 70 миллионов рублей. Привет. 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 На приговор Цыпко, находившийся под подпиской о невыезде, приехал без вещей. С собой только портфель с документами. Только компромат на коррупционеров города Озерска и силовиков. Лихорадочные поиски компромата на всех... А вот первого места сегодня не будет, потому что, ну хоть убейте меня, не случилось найти кого-то, кто мог бы переплюнуть бывшего бравого министра мебельной обороны Сердюкова и его боевую подругу Женечку. Оленькие тапочки с розовым цветком подарил мне миленький... Эта парочка обвинялась в миллиардных хищениях и не из какого-то банка. Ни коммерческий ларек ребятишки отнесли, а обнесли. По сути их действия шарахнули по обороноспособности нашей страны, которую они подорвали, как по мне. Такие преступления необходимо квалифицировать как что-то сродни предательству Родины. Дело гремело на весь мир. Итог, министр Толик отскочил в сторону и сегодня продолжает трудиться на благо всех нас. В государственной корпорации Ростех в должности председателя Совета директоров холдинга «Вертолеты России» в Википедии первая строчка о нем «Государственный деятель». Женечку же приговорили к пяти годам колонии, где она, впрочем, отсидела 34 дня и была отпущена на все четыре стороны. Сейчас, видимо, по совету премьера Димона ушла в бизнес. Мне больше нечего сказать. Даже знаю, кто-то из скрипоносцев сейчас попробует возразить. Сам же поминал Глеба Жеглова, а он, между прочим, говорил еще и «Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвредить правильно». Вот только ключевое слово в данном случае «властей». А я, если честно, в сегодняшних реалиях уже путаться начинаю. Где власти, где воры с бандитами, все. Это был спецпроект реальной журналистики, программа «Вести» без Дмитрия Киселева. Вот такой вот я ее нынче увидел. На моей страничке в YouTube, ссылка сверху, больше серии этого замечательного сериала. Заходите, любопытствуйте на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok